Всем добрый день! Меня зовут Ольга и вы на моем канале Урукоделий. Сегодня у нас с вами будет такая небольшая зарисовка, видеозарисовка, просто видеоболталка под вязание. Когда нет необходимости смотреть на экран, ну практически не будет необходимости, да, можно просто расслабиться, посидеть и повязать. Я думаю, что у многих из вас, из нас, бывают такие минутки, даже летом, дачные минутки, быть может непогода, когда есть возможность расслабиться и заняться любимым хобби. Если вам интересен такой видеоформат, видеоформат просто прослушивания, тогда оставайтесь со мной и давайте приступим. Я подготовила немножко здесь такие свои зарисовочки, о чем я хочу с вами сегодня поговорить, и я надеюсь, что вам понравится. Итак, в кадре я буду вязать свое вот это вот новшество и новое творение, о котором вы более подробно увидите вновь у меня, наверное, во влоге. Я надеюсь, что на этой неделе у меня выйдет очередной небольшой влог, но так как я вяжу одно изделие, поэтому, естественно, в влоге я снимаю такие короткие, да, и стараюсь что-то там дополнить какими-то своими эмоциями относительно других будущих, может быть, проектов. Но об этом во всем не сегодня. Сегодня мы с вами поболтаем, и я тоже буду в кадре немножечко повязывать, ну, чтобы не совсем было, да, без дела. Вот. Итак, о чем же я сегодня хотела поговорить? У меня видео, наверное, будет состоять, скорее всего, из двух частей. Первая часть будет относительно вязания и околовязальной тематики. Вторая часть будет, скорее всего, больше блогерская. Ну, как пойдет, может быть, я их даже разделять не буду на составляющие. Итак, первое, о чем я хотела бы поговорить, это как раз, наверное, все-таки о вязании, потому что подписчиков на моем канале становится все больше и больше, а, следовательно, и людей, которые, да, приходят, и еще со мной мало знакомы, да, и, естественно, канал существует уже более двух лет, но, тем не менее, просматриваемые видео, это чаще всего видео, которые вышли недавно. И у людей возникают вопросы, на которые я бы, наверное, хотела частично ответить в этом видео. Первый вопрос, который возник, ну, относительно недавно, это вопрос о том, куда же деть остатки пряжи. Я задевала такую тему в последних, в одних из последних своих видеороликов и говорила о том, что я жмот в плане выбрасывания остатков и, в моем понимании, выбросить хорошую пряжу, даже небольшой моточек, это как-то кощунство, да. И я вяжу из остатков носки, в основном миксую, вяжу, если это маленькие остатки. И тут у меня были достаточно большие остаточки, да, и я вязала свой джемпер мистер микс. У меня вышел обзор на канале, обо всем об этом я рассказываю. Если вам интересно, действительно, вы можете просто пробежаться по моему каналу и посмотреть. Мне задали вопрос, а что же еще можно связать из остатков пряжи? У меня такой немножко ступор произошел, и я думаю, надо обдумать эту тему, да, так как человек просит помощи. И немножко подумав, я даже, наверное, резюмирую свои мысли в том плане, что я не знаю, что вы можете связать из остатков пряжи, только потому что я не знаю ваши вкусовые предпочтения. Сейчас я в кадре буду вставлять фотографии, которые я нашла в интернете. В настоящее время, например, популярен Бабушкин квадрат, несмотря на то, что вроде бы как это вообще, ну, прошлый век, да, но тем не менее и на молодых девчонках, и на достаточно зрелых дамах можно подобрать модели, которые бы смотрелись неплохо. Помимо этого разнообразная полоска. Если вы вяжете только плечевые изделия и любите вязать, как я, плечевые изделия, то вам в помощь, вот просто Google, Pinterest и там масса идей по поводу вывязывания маленьких, совершенно небольших остатков, даже можно практически не миксовать, а пускать разнообразные полоски разных фактур. Главное придерживаться, мне кажется, именно вот если мы разные фактуры используем, то фактуры разные должны быть по всему полотну. Ну, то есть, например, полоска, да, небольшие полоски толстой пряжи должны повторяться периодически, а внутри этих толстых промежутков можно внедрить всевозможные остатки разношерстной пряжи, и это получится тоже интересно. Но опять же, нужно знать фигуру, нужно знать вкусовые предпочтения. Любите вы такой формат одежды, не любите? Может быть, это дачный формат одежды? Это тоже имеет место быть, потому что домашняя одежда, дачная одежда, она должна присутствовать в нашем гардеробе и должна нас радовать. Если вы любите носить свои вещи, вязаные изделия, то, мне кажется, это очень интересный вариант вывязывания остатков. Помимо этого, конечно, если вы вяжете игрушки, например, да, там тоже идут небольшие абсолютно моточки, но кто занимается профессиональным вязанием игрушек, конечно же, так делать не будет. Здесь вот прям на вкус и цвет, все, что хотите, салфетки, может быть, если это тонкая пряжа, которая хлопок, например, да, и предназначена для крючка, может, вы хотите попробовать себя в крючке и связать снежинок на Новый год, и в упаковке, например, да, когда вы будете упаковывать свои подарки на Новый год, у вас будут заготовки снежинок, и вы можете использовать их при формировании подарка, то есть при упаковке этого подарка. Здесь может быть масса идей всевозможных, просто полет фантазии. И я считаю, что да, нужно включать фантазию в любом случае. Задевалась тема такая на YouTube не раз по поводу вязания, по описаниям или же по мастер-классам. Это все прекрасно и это правильно. И с этого нужно начинать, на самом деле, для того, чтобы просто понять, ваш это формат или не ваш. Вот, например, в моем случае, как оказалось, это не совсем мой формат. Почему? Потому что, когда я связала несколько изделий по мастер-классам, по описаниям, которые были представлены в журнале, я поняла, что мне часть, какая-то часть изделия не нравится. То есть, либо это область подмышек как-то, она скована, мне не нравится, либо это горловина не так сидит, вроде бы и в плотность-то попала. И тут возникает вопрос, почему так? Ведь мы же покупаем описание для того, чтобы вязать, ну, не задумываясь абсолютно, да, просто сесть, связать. Все за нас уже посчитано, наш размер. А все дело в том, что мы еще часто бывает так, что неправильно соизмеряем свой размер. Нам зачастую, чаще всего, кажется, что мы худее, чем есть на самом деле. Потому что, например, до самоизоляции я прекрасно понимала, что 46 размер сидит на мне так, как мне хочется. Но вот на сегодняшний день я считаю, что 46 размер, ну, как-то не совсем так, как бы мне хотелось бы. И я понимаю, что, скорее всего, я уже 48 размер. Мне нужно себя измерить, и это понять, и это принять. Поэтому, когда мы с вами берем описание и вяжем на 46 размер, а сами являемся 48 размера, то плюс еще мы любим большую свободу облегания, например, или меньшую свободу облегания, чем представлено в модели. И возникает вот этот диссонанс по поводу того, что автор, скорее всего, неправильно дает размеры, неправильно рассчитывает и так далее. Или, например, взять шарф. Ну, вроде бы, да, ну, что там шарф? Но мы с вами же должны рассчитывать рост, например, наш. Наши вкусовые предпочтения, где должен при обороте заканчиваться этот шарф. И если в два оборота как его красиво заправить, а не вот там заправить где-то за спиной, а именно здесь, где нужно заправить. То есть мы все равно должны самостоятельно измерить этот шарф, несмотря на то, что автор нам дает, например, в описании 2 метра. А нам может быть столько не нужно. Или наоборот. Мы там аккурпулентные, мы хотим, чтобы нас видно было далеко. И шарф наш был виден далеко. Ну, вот вкусовые предпочтения такие. То есть, ну, это, конечно, примеры, да, в целом. Вязание по описанию или по мастер-классам. Мне сейчас, на сегодняшний день, не потому что я веду свой блог, или потому что мне не хочется вязать по описаниям, или мне не нравится. Нет, мне просто интересно что-то добавлять самой. Когда ты берешь описание автора, в особенности, например, когда ты тестируешь, да, описание, ты не можешь добавить от себя. Ну, потому что ты тестируешь, и автор описания ждет от тебя конкретного результата. И, соответственно, здесь надо писать, ой, вязать прямо тютелька в тютельку. Я так не люблю. Я вообще не раз говорила, что я практикую ленивое вязание. Ну, вот да, у меня бывает такое, что я могу, вообще чаще всего, если я вяжу сверху вниз, я вообще ничего не рассчитываю, я все примеряю. Мне этот формат больше нравится. И понимать, да, хватает ли мне длины реглана, хорошо ли сели плечью в кокетке, ну, и так далее. Потому что, ну, это интересно, и это как-то вот стимулирует, наверное, к выдумыванию чего-то нового. Понятное дело, что я не придумываю там узоры, да, и в целом не придумываю модель, наверное, потому что все, что мы вяжем, уже было связано до нас. Просто мы немножко видоизменяем. А еще мне очень интересен тот момент, что многие перевязывают из журналов, добавляя небольшие какие-то свои нюансы и выставляют эти модели как свои личные, да, какие-то наработки. Но у меня фотографическая память, поэтому я сразу могу распознать, где, откуда, что взято. Ну, и сама так делаю, в принципе, в этом нет ничего зазорного и ничего плохого. Если вы умеете вязать по картинке, например, да, и рассчитывать на себя, и это прекрасно, и это здорово. Что касаемо мастер-классов, я сказала, что касаемо курсов по вязанию, например, да, тоже у меня был вопрос по поводу того, что реглан у вас сидит не так, как нужно, и нужно проходить курсы по вязанию. Ну, не то чтобы нужно, а рекомендовали мне пройти курс по вязанию того же, например, реглана. У меня был опыт прохождения курса, и могу сказать, что это тоже не показатель, как оказалось именно в моем случае, ни в коем случае не в вашем. Быть может, вы воспринимаете информацию по-другому, но я, как оказалось, плохая студентка в том плане, что для меня большой массив информации сразу, он не приносит желаемого результата. То есть я математически все поняла, как рассчитывается, все поняла. Все посмотрела, все подставила, все по своим образцам, все. Вроде бы все сошлось. Начинаю вязать и понимаю, что не садится так, как я хочу. Ну, ни в какую. Все распустила. Ну, а что делать? Распустила. И методом примерки пришла к другому результату. И когда я начала изучать этот вопрос уже более детально, на примере, на своей работе, я, конечно же, начала изучать еще и дополнительный материал. И вот такой момент усваивания информации частями в нужном мне направлении, он у меня больше усваивается, и, соответственно, я начинаю логически мыслить. Ну, и пока я искала информацию, я поняла, что тот курс, который был предоставлен, один в один даже попетельно, в общем, был разобран уже в интернете, в бесплатном доступе. Поэтому я для себя решила, что нет, я буду методом проб и ошибок самостоятельно изучать момент. Да, пускай у меня будут неправильные изделия, пусть будут не совсем то, что доктор прописал. Я понимаю людей, которые очень дотошливые и которым нужно прямо вот с иголочки идеально. Это тоже хорошо. И это правильно с их колокольни, потому что для них это комфортно, да, изучение материала комфортно, и достижение цели комфортно. Некоторые могут вязать, я знаю, таких людей, которые вяжут по полгода один свитер. И для них это норма. Они доводят его до идеала. И им так комфортно. Я не то чтобы торопышкой куда-то спешу, ну, как многие из нас. Мы все время куда-то спешим за новыми проектами. Некоторые моменты нам просто надоедают, и мы не доводим дело до идеала. Но и нужен ли этот идеал в трикотаже, если это не в облипочку, например. Ну, я живу в своем мире, в мире вязания, и в моем мире вязания эти вещи могут быть неидеальны. И это опять же мы переходим к тому, да, моменту про то, как видит блогер, например. И есть такое понятие, что вот я преподаю правильно, я задаю ритм правильно, на моем канале правильные мастер-классы, и я доношу информацию правильно, да. Кто-то считает так. И когда мы... И говорит о том, что другой автор, который предоставляет информацию, он неправ, преподносит все неправильно, расчеты все неправильные. Но мы же с вами по ту сторону экрана, когда смотрим на блогера, на его работы, мы же видим, как сидит это изделие на нем. Он же нам показывает, демонстрирует. И если нам что-то не нравится в его изделии, которое он демонстрирует, значит, нам надо просто найти другого блогера, другого автора, другого преподавателя. И идти искать. И вот опять же поиск. Мы настолько все привыкли. Вы знаете, когда-то я пришла на YouTube и поняла, что здесь кладезь информации. Даже на тот момент, два года назад, здесь не было, конечно, столько мастер-классов, как есть сейчас. Но они были. И это меня очень обрадовало, потому что, когда я начинала, я всегда вязала по журналам, по картинке, по своему опыту. И очень часто делала ошибки, еще более грубые, чем делаю сейчас. Сейчас же, ну как зритель, наверное, в основном хочет. Он хочет прийти на канал, найти мастер-класс и связать все идеально, прямо вот попетельно, как сказал мастер, и чтобы села именно на его фигуру. Вот так хочет, наверное, зритель. Так бы и так хотела в свое время я. Но на тот момент не было таких прямо вот мастер-классов, которые бы мне нужны были так, как мне надо. Это сейчас можно найти, пройтись по каналу и включить в себе роль сыщика. Это необходимо, на мой взгляд. И когда я придумываю свои модели, какие-то, да, ну как громко сказано, конечно, придумываю, что-то я внедряю в свою модель, то я начинаю искать информацию. Это Яндекс, это Пинтерест, это Инстаграм, это Ютуб, это какие-то, может быть, журналы, наработки, которые зрительно в памяти у меня врезались, и я понимаю, что нужно там поискать информацию, скорее всего, я там что-то найду. То есть, это может быть обработка какая-то, горловины, к примеру, да, или, может быть, какой-то узор, или часть этого узора, который я не умею вязать, например, с какими-то там вывернутыми петлями, чего-то там, и я начинаю искать информацию. И таким образом, по крупинке собирая, я прихожу к тому, к чему вот прихожу. Не всегда удачно, но, тем не менее, я проделываю какой-то процесс работы. Вот, например, есть одна модель, это круглая кокетка, с этим я не очень дружу на самом деле, но, тем не менее, мне нравится. И я хочу таки связать лапопейсу, вот ту настоящую, да, с узорами вот этими норвежскими, но никак не дорасту до нее, но там узор не норвежский, там узор такой красивый, интересный. Если я найду фотографию, я вам здесь ставлю. Я понимаю, что я бы купила описание даже, ну, как бы накопила бы и купила, да, даже если бы мне было жалко денег, но я почитала отзывы, и очень многие говорят о том, что не садится эта лапопейса, даже несмотря на то, что все подсчеты, да, по плотности верны, не садится эта лапопейса так, как нужно, и они распускают, или совсем не вяжут, или перевязывают. Я же, честно, срисовала узор. Я, наверное, его немножко видоизменю, но, тем не менее, если я все-таки, у меня даже пряжа лежит под этот джемпер, вот, и я, скорее всего, видоизменю этот узор, перерисованный мною, с картинки, то есть я приложила какие-то усилия, да, и перерисовала этот узор для себя, и буду внедрять его в свое изделие, со своими расчетами, со своими поправками. Буду пробовать и рассчитывать. К чему веду? К тому, что нужно прилагать какие-то усилия для того, чтобы чего-то достичь. Это первое. И второе, что у меня было тут на канале. Недавно я как-то проснулась в очень хорошем настроении, и вдруг подумала, что я так хочу новую пряжу, но никто же мне ее не дарит. Купить ее пока нет возможности. И как-то так подумалась, а ведь многие, наверное, кто меня смотрят, давно знают и видели мои описания, и платные описания, которые я составила, которые я продаю, и вдруг мне так захотелось кому-то сделать добро и просто их отдать, бесплатно эти описания отдать. И запустила такой небольшой челлендж. Я думаю, что подумала, вернее, что люди, которые пришли только на канал, ко мне, те, которые давно со мной, они просто будут рады получить это описание. Но опять же, нужно было приложить небольшие совсем усилия и ответить всего лишь на три вопроса. А для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо было пробежаться по моему каналу. Для чего я это сделала? Для того, чтобы, во-первых, привлечь внимание моих зрителей к тому, что на моем канале достаточно, достаточное количество именно развлекательного видео, развлекательного жанра, для того, чтобы посидеть и повязать под мою болтовню, или под мои процессы, или под мои готовые работы, посмотреть, что же я вязала, что же я показываю здесь у себя на канале, потому что люди только пришли, естественно, смотрели наверняка, ну, последнее может быть видео 5, может быть, а там ведь очень много интересного было за эти два года, и я это все показываю. И нужно было просто пробежаться по каналу и ответить на ряд вопросов, прислав электронный адрес, получали люди бесплатно. Это видео провисело недолго, я для себя решила, что как только видео набирает тысячу просмотров, извините, я его просто скрою. Получилось тысячу просмотров и 20 людей ответили правильно на вопросы и получили бесплатное описание. Я вас поздравляю, вяжите с удовольствием, я думаю, что вы рады были получить эти описания бесплатно. Вот, я же буду рада видеть ваши готовые работы, обязательно мне присылайте в инстаграм, ссылки на мой инстаграм будут в инфобоксе. Помимо этого, в инфобоксе я всегда оставляю теперь информацию по тому, как можно со мной связаться через электронную почту. А также у меня есть еще одна страница в инстаграм, где я решила делиться моделями, которые меня вдохновляют. То есть, это без схем, без описаний чаще всего. Это просто модели, которые найдены на пинтерест, в инстаграм. Иногда могут быть модели, которые вы лично связали и я просто разместила фотографию. Но, скорее всего, я разместила фотографию там, где не указан автор. Если указан автор, шапочку я оставляю. По-моему, таких и не было. Не помню. В общем и целом, ссылка тоже в инфобоксе. И просто, эта страница просто для вдохновения. Это не я связала, это связали либо дизайнеры великие, либо вы, может быть, и как-то у вас есть страница на пинтерест, вы там размещаете информацию. И я просто-напросто скопировала ваши, а может быть, и не ваши фотографии, и разместила их там. Для чего я это сделала? Просто потому, что искать информацию у себя даже в телефоне стало невозможно. Я все время что-то сохраняю, потом что-то удаляю, потом из удаленного что-то ищу. И для того, чтобы этого не делать, я просто сохранила все эти интересные, на мой взгляд, фотографии. Вот. Для вашего удобства. Так. Это было все про вязание, по-моему. Сейчас я посмотрю, что у нас еще, что у меня еще осталось. Так. А, еще был вопрос, где купить пряжу. Это очень популярный вопрос на моем канале. Где я покупаю пряжу, где купить пряжу, где угодно. Это тоже своего рода розыск. Потому что я уже не раз говорила, что я наблюдаю за некоторыми интернет-магазинами, в особенности за бобинные пряжи. Особенно, когда мне хочется что-то купить и у меня есть возможность это купить. И я понимаю, что практически у всех магазинов поставка новая приходит приблизительно в одно и то же время с разницей в неделю может быть. Я смотрю, у многих повторяются одни и те же позиции. И ценовая политика на эти позиции разная. Тут Анна Паул на своем канале тоже рассуждала на эту тему по поводу того, как формируется цена на пряжу. Естественно, в некоторых магазинах эта пряжа стоит дороже, в некоторых дешевле, в некоторых вообще продается... Есть такой один магазин в Инстаграм. Сейчас я здесь ставлю фотографию, кому интересно, посмотрите. Ссылку вряд ли оставлю потом. И они продают очень быстро. То есть я там не успеваю. Там можно купить, ну, условно говоря, тот же самый Кашемир. В одном магазине продается за 1100, в другом за 950. А там можно чуть ли не за 600 рублей купить, выхватить. Но там все очень оперативно раскупают просто девчонки, потому что цены действительно очень консервативные. Вот. Покупать пряжу я, если говорить о бобинной пряже, я ее покупаю в Инстаграм. Мне так удобно. Если говорить о моточной, я покупаю на сайте покупок в последнем влоге. тоже сойдите, посмотрите, если интересно, я показывала, что это за сайт покупок, как там можно купить и в каких городах. Вот. Что касается... Так. Можно купить в Инстаграм. И тут следующий вопрос. У меня нет Инстаграм. Вот очень многие тоже, ну, не многие, ладно, но есть люди, которые мне пишут, что у меня нет Инстаграм, не могли бы вы мне скинуть эту информацию или же снять видеоролик или же дать другой источник. Что я хочу сказать? Без обид. Вот правда, хочется сказать без обид. Чтоб никого не обидеть и не задеть. Поймите, пожалуйста, правильно. Вот. Вы у себя одна, да, такая. Или один такой. И я у себя одна такая. Но когда мне задают такие вопросы несколько человек, я правда не знаю, что ответить. Вроде бы как и не сложно, да, продублировать информацию отправить ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке. Ну, хочу сказать, что в Одноклассниках на Фейсбуке меня просто нет. То есть, значит, мне нужно искать другой источник для того, чтобы предоставить вам информацию. Но так не должно быть. Мир не должен подстраиваться под вас. Человек в обществе всегда должен подстраиваться под общество. Ну, не всегда, ладно, но в большинстве случаев. То есть, если вам нужна информация, вы должны, ну, если вам она действительно нужна и интересна, не так сложно зарегистрироваться в Инстаграме и пройти по ссылке. Это совершенно не сложно на самом деле. И Инстаграм, это, да, действительно большая-большая площадка сейчас уже. Там очень много интересной и полезной информации. К ней просто нужно привыкнуть. Так же, как в свое время вы привыкли к Ютубу, может быть, к Одноклассникам, может быть, к Фейсбуку и другим абсолютно разным источникам. Их сейчас очень много. Я, например, не могу привыкнуть в Телеграм. Ну, не могу. Не мое. Но есть там информация, которая мне нужна, и поэтому я там зарегистрирована. И когда она мне нужна, я туда захожу. Это бывает редко, но бывает. Поэтому нужно уметь немножечко быть более мобильными и выходить из своей зоны комфорта. Так вам будет комфортнее. Правда. Так, где купить пряжу? А, ответила. Так, где ищите идеи для изделий? Я уже сказала. И даже сказала, где я их сохраняю. Дальше. Еще у меня была такая тема. Мне не совсем приятная, наверное. Но в ней нет ничего плохого. На самом деле это взаимоподписки. Есть такая практика у начинающих блогеров, у начинающих людей, которые только-только-только видимо снимают, только-только начинают снимать видео на свой канал или, быть может, уже ведут съемки, но у них нет подписчиков. И они пишут комментарии, причем комментарии, знаете, вот прям один в один, слово в слово о том, что я поставила лайк, подписалась на канал, давай дружить, подписывайся на меня. меня это немножко вызывает странные эмоции, я не знаю чаще всего, что ответить. И мне кажется, это не работает. Ну вот правда, я не могу гарантировать, что я, даже если я подпишусь, кстати говоря, я недавно подчистила подписки, которые я вот не смотрю, я не знаю, когда и зачем я подписалась на те каналы, которые не смотрю, я просто их подчистила, чтобы мне не мелькали видеоролики, которые я все равно смотреть не буду. То есть я как зритель, я к вам должна прийти сама. Но это моя позиция, мое мнение. И вы как зритель самостоятельно должны прийти на мой канал, даже пусть по ссылке откуда-то, по рекомендациям, посмотреть видеоролик и понять, ваш это формат или не ваш, нравлюсь я вам или не нравлюсь. Может быть, вам не нравится, как я говорю, может быть, вам не нравится какая-то ошибка в моей речи, может быть, вам не нравлюсь вообще в целом я. Ну, такое бывает и это нормально. И я не подписываюсь так на каналы. Если вы думаете, что если вы оставляете комментарии у меня, я их не удаляю, кстати говоря, комментарии такого рода. Может быть, действительно кто-то заходит в мои комментарии, смотрит, читает и переходит по ссылке. Не знаю. Но мне кажется, это просто не работает. То есть вы должны быть индивидуальными, вы должны быть интересными и вас должны заметить зрители самостоятельно. Мне так кажется. Несмотря на то, что я веду канал уже два с половиной, наверное, года, есть такое понятие, что 12 тысяч подписчиков это не так много. Для меня это достаточно. Значит, столько людей зашло на мой канал, столько людей оценили мои видео и столько людей решили подписаться. но по-другому я не представляю как. Подписчиков я не накручиваю, мне это неинтересно. Дальше еще была такая тема на ютубе скрытая открытая реклама. Анна Паула тоже недавно задела эту тему и вы знаете, я как-то подзадумалась действительно. Вот иногда я даю какие-то ссылки, рекомендации, что-то хочу рассказать у себя на канале и тоже проговариваю, что это не реклама, это не оплаченная реклама. Или даже подписываю на своем ну как бы на экране, что это не оплаченная реклама. Потом задумалась, а зачем я это делаю? Просто такая тенденция. Мы как-то привыкли к тому, что есть реклама оплаченная блогеру, например, интернет-магазинами, а есть реклама неоплаченная. А зачем мы это говорим? Я вот как-то задумалась и не поняла. Сама не поняла, почему мы так делаем, но это на автомате получилось. Получается. На самом-то деле ведь какая разница? Если продукт хороший, то блогер об этом и говорит, что он продукт хороший, что я этим пользуюсь, смотрите, мне это удобно, пряжа хорошая, пряжа замечательная, или пряжа бюджетная, или пряжа жутко красится, или наоборот, что-то же мы доносим до зрителей. И, наверное, это не совсем корректно говорить об этом. Не знаю. Как-то такая тема интересная возникла. И по поводу рекламы. Ну, уж раз задели эту тему, это опять-таки уже блогерство в основном. Но многие, наверное, зрители, которые смотрят каналы девчонок, думают где-то в подсознании, может быть, своем, что они тоже хотят рассказать что-то. Просто, может быть, в силу обстоятельств, может быть, они стесняются камеры, не нравится свой голос, нет нужной картинки или еще что-то, пока не начинают эту деятельность или просто страх того, что не наберется подписчики, не будут просмотры. Не знаю. Но мне кажется, на подсознании мы все хотя бы раз примеряли эту рубашку на себя и отвечали сами перед собой на этот вопрос. Почему мы не ведем блогерскую деятельность, например, и хотим ли мы этого. И я смотрю некоторые молодые каналы, просматриваю иногда, выпадают мне в рекомендациях и прихожу к выводу, что многие пришли сюда, ну, ладно, не многие, но некоторые пришли сюда именно за денежным эквивалентом, наверное, может быть, бесплатной пряжей хотят достичь того момента, когда им будут предоставлять эту бесплатную пряжу бартер, да, или оплачивать рекламу на ютубе, потому что об этом они проговаривают тоже у себя на канале. И, наверное, вот эти вот взаимоподписки тоже связаны с тем, что ютуб ставит ограничение в тысячу подписчиков. Может быть, таким образом? Я не знаю. Но на самом деле здесь больших денег нет. Здесь больше все альтруисты, наверное, да. И, может быть, и есть такие каналы о вязании, которые действительно зарабатывают здесь, ну, хотя бы как зарплату получают. Эквивалент заработной платы месячной, да. Не знаю. Но это должны быть очень популярные блогеры, мне кажется, потому что вот я могу сказать, что жду, жду, когда вы посмотрите рекламу, просмотрите всю рекламу на моем канале, и я получу денежку и куплю себе пряжу. Ну, вот прям, вы об этом сразу узнаете. Ну, вот. И это такая вот скрытая-открытая реклама, да. Для себя, как подписчик, как зритель, что я для себя решила? Так как я обитаю по ту и по эту сторону экрана, то для себя я решила, что слишком частая реклама на канале, это, да, действительно раздражает. И просматривать ее, ну, чаще всего не хочется, во-первых, а во-вторых, нет столько времени, мы с вами садимся, ну, у многих нет времени, потому что я, например, любимых блогеров смотрю, потому что вот вышел, да, ролик, и мне очень хочется посмотреть, узнать, как же у него дела, что там новенького. Но для себя я решила, что у меня есть золотое правило не менее трех реклам в ролике просматривать. Если это очень длинная реклама, ну, естественно, громкая, длинная, да, там есть реклама, чуть ли не на 30 минут, но я такие рекламы, правда, пропускаю. Вот, а так, вот мое золотое правило не менее трех реклам. Мне не убудет, а блогеру прибудет. Пусть немножко, но прибудет. Вот. Дальше. И есть такой вопрос еще, не знаю, кого посмотреть, кого вы смотрите. Тут я тоже не могу, наверное, прямо вот так рекомендовать, потому что у каждого свои вкусовые предпочтения. Вот кому-то нужна визуальная картинка, кому-то нужен голос, кому-то нужен звук, кому-то нужно все это в совокупе. Я пробовала смотреть каналы, очень красивые, да, где показываются красивые места, они живут в красивых местах, там горы, там озера, там какие-то склоны, какие-то песчаники, чего-то там. И это очень красиво, но для меня это не первое и не главная составляющая, для меня все-таки больше, наверное, информативная составляющая, более информативная не в плане, информативная даже не в плане информации самой, которую хочет донести блогер. То есть это не должно быть видео, в котором говорится, как набирать петли, вот таким, 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 таким способом. Конечно, это нужно, но для этого я прихожу на канал блогера, когда мне это нужно. А когда мне хочется просто расслабиться, мне хочется узнать, как у него дела, что же он там вяжет, получилось, не получилось, распустил, сколько рядов распустил, почему, как же мне жаль. Или наоборот, ого, ничего себе, не спала всю ночь и связала пол свитера, здорово, и что там, вот оно. А еще какую-то фишечку применила и об этом рассказала, тоже интересно. Ну, то есть, вот такого рода видео я жду, и это не всегда говорит о том, что видео должно быть прям вылизано идеально, и я приведу два примера и даже оставлю, наверное, ссылки на этих девчонок, потому что я их горячо люблю. И вот просто, да, вот так сложились обстоятельства, и красивая картинка, которую показывают в основном еще, знаете, более молодые, наверное, что ли, блогеры, это все очень красиво, но для меня это вот зашла-вышла и не всегда я хочу смотреть такие видео. А таких блогеров, как, например, Алина вяжет, я прям с нетерпением жду ее видео на канале, и я, это моя Санта-Барбара, я ее жду каждый день, потому что даже небольшие продвижения, которые она показывает, она умеет рассказывать, ну вот связала 10 рядов, а видео на 40 минут. И вот мне интересно. Могу сравнить, наверное, с, ну это вообще будет очень громко, Алина, если ты меня смотришь, ну извини. Я люблю перечитывать книжки раз в три года. И одна из книг это «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсия Маркес. И вот очень многим эта книга не нравится, потому что там так какового огромного, большого сюжета нет. Там повторяются одни и те же имена, какие-то события, все это так медленно, вот это вот все. Но это вот тоже своего рода Санта-Барбара. И вот Алина моя Санта-Барбара, и я жду ее видео каждый день. И так получилось, что когда я пришла на YouTube 2,5-3 года назад, еще была одна девушка, которая мне попалась совершенно случайно, как-то видимо это был видеоролик о готовых работах, и она снимала у родителей в доме, в деревенском доме, деревянный дом с задней стены была синим покрашена. Но она и сейчас так снимает. Я думаю, вы ее узнали. Па-па-па-пам! Узнали? Наталья Воскевич, Наташа, тебе привет! И картинка непримечательная. Платье она вязала на свой размер и показывала его на вешалке. И я платья не вяжу вообще. Ну, как бы в моем понимании это вязаные платья не имеют вообще никакого в этом... Ну, не имеет в моем гардеробе вязаные платья. Я его до сих пор не вижу, хотя пыталась вязать. Но об этом обо всем я во влоге расскажу. Вот. И затянула. Затянула вот этим вот процессами бесконечными регланами. У нее бесконечные регланы сверху. Ей нравится это вязать, ей нравится это носить, а мне нравится за этим наблюдать и следить. Ну, вот я такая, для меня это интересно. То есть, картинка не всегда интересна. И я вам оставлю, наверное, ссылки на видеоролики, с которых я начинала смотреть эти каналы. Быть может, вам тоже будет это интересно. И заодно и сама вспомню Алину. Я начинала смотреть, когда она жила у своей мамы и снимала на балконе. И тогда она снимала, помню, видеоролики в... Это была... В завязке, по-моему, у нее называлась игра, ну да, в которой участвовали девчонки. Это был марафон. И она там бесконечно что-то подсчитывала. И вот тоже вот я залипла и осталась на ее канале. То есть, меня туда никто не звал. Я сама пришла и сама осталась. И мне это и было интересно. Это что касается... Ну, конечно, я смотрю не только этих девчонок, но вот этих девчонок я никогда не пропускаю. Оля Северное Вязание, да, она тоже давно со мной, вернее, я с ней. И я, наверное, с ней из тех финских носочков. Я их так и не связала. Я все думала, что я свяжу своему сыночку, как только рожу. Потом, когда он вырастет, потом еще. И, пожалуй, вот надо мне связать эти финские носочки. Они меня зацепили, и я осталась. И смотрю. Есть, конечно, и другие девчонки, за которыми я наблюдаю. Я периодически о них рассказываю на своем канале, когда возникает какая-то тема, да, и стараюсь вставлять ссылки на этих девчонок. Вот. Так, давайте пробежимся еще раз по моим вопросам. Вернее, я пробегусь, посмотрю, обо всем ли я рассказала. еще для себя выделила. Каких комментариев я жду? Я правда жду комментариев, потому что ну, это своего рода общение, правда же. И я жду комментариев не только хвалебных, да, каких-то, где мне пишут какие-то замечательные изделия и так далее, а больше, наверное, жду комментариев с предложениями. То есть, когда мне предлагают сделать другую обработку, другую горловину, когда они видят это изделие по-другому. То есть, естественно, я сделаю так, как я считаю нужным, как мне вот сейчас нравится. Но все вот эти какие-то нюансы, которые вы мне советуете, я их как-то на корке подсознания себе откладываю и в будущих изделиях я прихожу к выводу, что я просматриваю, может быть, какие-то видеоролики по вашим советам, да, ищу информацию по вашим советам и частенько так бывает, что применяю в будущих изделиях уже какие-то ваши наработки и ваше видение. И мне это нравится. Вот такого рода комментарий я, правда, жду. Мне очень нравится сейчас формат моего канала, потому что у меня нет хейтеров, как принято называть, да, которые лаются в комментариях. Ну, вот, правда, по-другому я не знаю, как называть. Поначалу они были, поначалу у меня пытались вывести из этого равновесия, не знаю, для чего это делается, но каждый комментарий такого рода я отрабатывала и еще размещала у себя в Инстаграм под... в историях, по-моему, у меня до сих пор висит смешные истории, что ли называется, когда люди неадекватно высказывали свое мнение по поводу меня, по поводу канала, по поводу изделий, по поводу моих рассуждений, по поводу пряжи. Я считаю, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Поэтому мы все разные, информация должна быть разной. Не может, ну, вот даже, опять же, приведу пример с Алиной, она вяжет изделия из Лана Голд. И я ведь смотрю эти видео, в которых она говорит об этой пряже, но я ее, ну, вот, категорически не приемлю. Я попробовала. Причем попробовала эту пряжу по ее же, по-моему, рекомендации. А может быть нет, тогда, по-моему, еще кто-то вязал. Я связала шапку. Мне понравилось ни крутка, ни сама пряжа. Ну, вот, ну, не зашла она мне. Так же, как мне и не зашел особо полухлопок, из которого я вязала вот плед, да. То есть я бы из-за такого пряжи не стала бы вязать изделия. Но это я. Это мои вкусовые предпочтения. А вот Алине нравится. И вещи, те, которые она вяжет, нравятся ей и тем людям, которым она вяжет. И это нормально. То есть мы полярно разные, но мне кажется, полярно интересные. Вот. И не обязательно ее зрители должны быть у меня или мои зрители должны быть у нее. Мы с вами выбираем контент тот, который нравится нам. И это прекрасно. Вот. Ну, я сегодня, конечно, заболталась. Я надеюсь, вам это видео понравилось и вы прекрасно повязали под мою болтовню. Я, наверное, закругляюсь и как-нибудь мы с вами снова встретимся под звон наших спиц, под звон бокалов с кофе или с чаем. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok